знаете сегодня благословенный день день когда мы можем вместе с вами открыть слово божие когда мы вместе с вами можем размышлять над словом божьим у нас есть некого рода привилегия вникать в истину того кто создал мир того кто все устроил дивным образом люди в этом мире знаете ведут себя по-разному к сожалению творение оно пошло своим определенным путем то слово которым я хотел сегодня поделиться я назвал необычно мне никто не нужен и могло бы показаться что думаешь интересно что за новое учение такое там придумал пастор будет мне никто не нужен но я вынес в название своей проповеди сегодня мнение человека который живет в этом мире независимо от того озвучивает он его или не озвучивает мы в своей жизни можем встретить людей которые буквально живут таким образом что им никто не нужен что они способны со всем справиться сами что они независимые самодостаточные знаете ну вот таким поводом для слова которое я говорю сегодня послужил один разговор мы любим же с женой гулять в парке и не так давно гуляя в парке я стал свидетелем случайным свидетелем одного разговора я его не подслушивал просто человек который говорил говорил слишком громко и знаете и говорил вот с таким вызовом что меня это зацепило я не подошел к нему чтобы поговорить об этом я просто в этом увидел что так живут многие так живет в принципе целый мир мир грешных людей человек которому далеко за 60 он уже явно на пенсии находится жизнь видно у него но не совсем такая знаете простая есть судя по всему и некоторые зависимости но скорее всего он об этих задых зависимостях не задумывается так к сожалению живут некоторые люди и знаете вот он одному своему такому же товарищу на всю улицу заявляет но что вот чего хотела того и получила а мне нормально мне никто не нужен я проживу и так у меня вообще все хорошо и теперь свободен могу делать что хочу все у меня замечательно а вот она пусть попробует без меня прожить я смотрю на этого человека и такой думаю бедный человек ну-ка не кто-то скажет ну как ты можешь выносить суждение такое а я могу выносить подобное суждение потому что смотрю в слово божие и на хочу на хочу нахожу очень важные истины в этом слове в нашей церкви идет месяц и у него есть название время семье знаете и я не только сегодня хочу говорить о семье как об отношениях мужчины и женщины родителях и родителей и детей мне хочется сказать что вся библия все слово божье наполнено пониманием того что бог создал семью он создал детей которых он ждет в свое присутствие в новом завете бог дает нам мощнейшее откровение называя себя отцом и он принимает нас в свое присутствие церковь для человека становится или должна стать новой семьей поместная церковь и вот эти три сферы наших отношений в данном случае для нас очень важны но конечно стоило бы начать со слова божьего я хочу вместе с вами прочитать из послания эфисянам апостола павла 5 глава те знаменитые стихи где говорится о том что как муж должен относиться и жене а жена к мужу и апостол павел сравнивает это в отношениях христа и церкви но знаете я не знаю все ли читали это в нашем обыкновенном простом русском синдальном тексте мне бы хотелось сегодня это прочитать в новом русском переводе пожалуйста выводите вот эти стихи в синдальном тексте на экран чтобы можно было следить но послушайте то что на как написано это в новом русском переводе библии с 21 стиха мы будем читать написано так подчиняйтесь друг друг другу из страха перед христом вы жены подчиняйтесь вашим мужьям как господу ведь муж глава своей жене как и христос глава и спаситель церкви своего тела и как церковь подчиняется христу так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям а вы мужья любите ваших жен так как христос полюбил свою церковь он самого себя отдал за нее чтобы сделать ее святой очистив ее водным омовением через слово чтобы ему поставить ее перед собой как славную церковь не имеющую пятна или порока или чего-то подобного чтобы она была святой и непорочной точно так и мужья должны любить своих жен любить как свое собственное тело тот кто любит свою жену любит самого себя ведь нет такого человека кто бы ненавидел свое тело но каждый питает свое тело и заботится о нем так и христос заботится о церкви потому что мы члены его тела поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой и двое станут одной плотью в этих словах скрыта великая истина я говорю вам что они относятся к взаимоотношениям христа и церкви а что касается вас пусть каждый муж любит свою жену как самого себя и жена пусть почитает своего мужа знаете простые слова но которых очень часто люди пытаются спорить как-то пытаются их применить не к себе а к тому кто рядом муж пытается применять это слово к жене жена говорит ну знаешь вот тут для тебя написано давай вот посмотрим что ты делаешь но когда апостол павел начинает разговор об этих взаимоотношениях он начинается слов подчиняясь друг другу из страха перед христом и вот эти слова подчиняться друг другу они говорят о том что мы думаем друг о друге что мы принадлежим друг другу самого начала если бы мы начинаем читать с вами книгу бытие мы можем заметить что бог создал человека определенным образом он не создал людей для того чтобы они обладали друг другом он создал людей чтобы они принадлежали друг другу он дал нам во владение землю и все что ее наполняет и мы могли бы обладать этим но человек захотел обладать другим человеком и в этом есть проблема когда я хочу обладать другим человеком я говорю буквально что счастливым меня сделаешь ты когда я хочу принадлежать кому-то я говорю счастливым тебя сделаю я это разные моменты грех человека заставляет обладать желать обладать другим человеком желает взять от него что-то сделай меня счастливым принеси в мою жизнь что-то особенное мне от тебя нужно чтобы ты для меня готовила по утрам завтраки но еще бы было здорово обеды и ужины чтобы ты стирала мои вещи и гладила мои рубахи она говорит мне от тебя нужно чтобы ты зарабатывал деньги и обеспечивал меня мне тебя нужно чтобы ты всю свою зарплату отдавал мне мне от тебя нужно и мы говорим мы тыкаем пальцем друг друга говорим ты должен или ты должна мы желаем обладать этим человеком мы смог можем смотреть друг на друга как на средство определенное достижение своего собственного счастья но бог создав человека вложил в него прежде всего желание принадлежать другому человеку это желание принадлежать она есть во всем принадлежать богу принадлежать его семье церкви принадлежать мужу или принадлежать жене принадлежать семье дети было бы здорово если бы они принадлежали своей семье и они почитали своих родителей впрочем здесь послание к эфесянам если бы мы дальше читали мы бы увидели это вот принадлежать это то что бог предназначил для нас а грех принес в наше жизнь в наши сердца новое понятие обладать и мы начали становимся знаете такими независимыми человек который хочет обладать он ищет то что сделает его счастливым но с себя он мыслит независимым мне никто не нужен говорит он но при этом от продавца в магазине требует чтоб тот был вежливым с ним правда от начальника требует чтоб тот ему больше зарплату дал независимо от того как он работает где он опоздал и сколько дней прогулял на работе ученики требуют сегодня от своих учителей чтобы они не обращали внимание на то как они ведут даже самый маленький ребенок в какой-то момент однажды говорит я сам и иногда родители так поступают они его дед год сам сам были жить пожалуйста вот мы часто чемоданчик сложили твои вещи и это может показаться так зайти жестоко достаточно но родители же не отпустят ребенка они понимают что но они идут знаете как на поводу его ты джон я сам мы все давайте одели поставили перед дверьми вот вроде бы как иди но внутри где-то есть это желание хочется принадлежать и они останавливают ребенка и объясняет ему как правильно мы живем в семье у нас есть правило мы заботимся друг о друге и если бы каждый говорил я сам то людей бы уже на этой земле не было мы созданы чтобы принадлежать они обладать когда мы от другого пытаемся что-то взять мы теряем самое важное мы перестаем отдавать развивается эгоизм и это разрушает общество бог удивительным образом создал что мы принадлежим ему принадлежим обществу или скажем так давайте будем говорить его семье это церкви и принадлежим семье своей физической и можно было бы это вот как раз развернуть в тех трех сферах которые в нашей жизни есть это духовная сфера это эмоциональная сфера душевная так называемая это физическая сфера когда мы и в каждой из этих сфер знаете все повторяется опять духовная эмоциональная физическая и давайте начнем с бога он хочет чтобы мы принадлежали ему принадлежали его семье чтобы мы бы шли за ним знаете если бы бог хотел просто обладать нами он бы сотворил нас на подобие ангелов он подвину и двигал нами как пешками он бы не задавал на не просил бы не задавал бы вопросы он бы не спрашивал пророков когда мы читаем слове божьем он говорит кого мне послать и кто пойдет для нас если бы бог хотел просто нами обладать как вещами он бы не задавал этот вопрос он сказал ты пойдешь вот этого пошлем не хочешь неважно я могу мы можем заставить не хочешь заставим не умеешь научим по моему люди говорят да но бог так не говорит он говорит я хочу чтобы ты пошел а ты пойдешь он хочет принадлежать тебе и чтобы ты принадлежал ему он хочет чтобы мы имели с ним духовные отношения чтобы мы понимали его истину но бог хочет не хочет просто чтобы мы знаете послушались ему он хочет чтобы мы и переживали определенные эмоции по отношению к нему и он говорит возлюби господа бога всем сердцем своим всей душой своей крепостью своей возлюби бога своего и кто-то может сказать ну вот он требует от нас каких-то эмоций чувств переживания по отношению к себе но давай не забудем он прежде возлюбил нас он не просто требует от нас каких-то эмоций чувств он их проявил нам и мы знаем эти знаменитые стих ибо так возлюбил бог мир он прежде возлюбил нас до того момента как мы смогли проявить ему эту любовь он хочет чтобы мы физически принадлежали ему то есть мы творили те дела которые и он творит на этой земле христос говоря об отце говорит отец мой даны не делает и я делаю он говорит мы делаем эти дела а потом говорит своим ученикам и вы сделаете и больше даже сделаете понимаете когда мы принадлежим ему у нас не возникает вопросов почему я человек которому никак никто не нужен который хочет обладать он зад вопрос почему я и это не сделает меня более счастливым к сожалению для грешного человека следование за богом выполнение его поручений не сделает человека более счастливым если он живет я мое мне но если он начинает принадлежать богу он начинает видеть как те действия которые мы делаем вместе они проставляют его имя расширяют царство небесное на этой земле мы начинаем жить и вот здесь встает второй вопрос принадлежим ли мы церкви принадлежим ли мы божьей семье не просто богу как отцу но у него же есть семья он создал детей своих правда и он на земле создал церковь свою он говорит я создам церковь свою и врата ада не одолеют ее это общество которое будет сильно противостоять различным искушениям будет сильным чтобы сделать что-то особенное в этом мире и примирить многих с богом но легко ли принадлежать церкви со временем ты начинаешь понимать что нет потому что церковь это не просто общество святых мы говорим церковь это общество святых но это святые которые еще святыми должны будут стать это удивительно мы святые но мы еще будем святы почему потому что мы святые через жертву христа бог отделил нас но мы еще не всегда ведем себя как святые и в течение своей жизни мы изменяемся преображаемся в образ крестов мы становимся более святы и знаешь и в отношениях с церковью что принадлежать ей тоже нужно принадлежать во всех вот этих трех сферах своей жизнью в сфере духовной это значит понимать куда бог ведет по местную твою церковь куда он ее направляет что он к ней говорит сегодня какое видение у церкви и церковь это не просто знаете иногда люди воспринимают это служители но послушайте если даже пастор и старший пастор выходит и горит у нас вот такое вот направление и ты можешь не согласиться с этим сразу но справильнее было бы прийти в присутствие божие и задать вопрос господь а почему сегодня в церкви говорят об этом почему сегодня в церкви время семьи чтобы это значило для меня непосредственно может быть у кого-то еще нет семьи в плане брачных отношений у кого-то уже нет этих брачных отношений потому что близкий человек ушел в вечность а кто-то возможно пережил пережил разрыв отношений еще там в мире и в церковь уже пришел одиноким человеком но мы в любом случае нас этот вопрос касается потому что церковь становится для нас семьей если ты одиноки сегодня насколько церковь твоя семья куда идет церковь идешь ли ты вместе с ней вопрос касающийся душевной нашей сферы это вопрос связанный с тем иду ли я в церковь с радостью вернее сказать иду в церковь не совсем правильно из церкви невозможно уйти а значит невозможно впрети в нее церковь это люди являюсь ли я частью церкви доставляет ли мне эта радость и знаешь когда мы встречаем в церкви людей которые совершенно не приносят тебе радости но куда деваться в семье бывает разное правда иногда ты встречаешь встаешь утром я не знаю если у вас братья и сестры у меня нету родных братьев и сестер я никогда этого не переживал но я сегодня смотрю на своих сыновей и я понимаю что они иногда не совсем рады видеть друг друга парни простите но есть моменты когда они очень рады видеть друг друга и это правда и эта семья есть день когда у тебя даже просто настроение у самого нету и тебе у тебя такое состояние что не хотелось бы никого видеть но куда ты денешься вот из этих сколько там у нас квадратных метров можешь выйти на улицу но вечером ты обязательно вернешься домой и тебе нужно будет решать вопросы тебе нужно будет находить общий язык и и в доме божьем то же самое мы должны переживать благословение в церкви являясь частью церкви и есть еще физические отношения в церкви тоже когда ты принадлежишь церкви это заботиться о тех которые рядом сегодня я говорил о том что одна из наших сестер ушла в вечность и нам придется позаботиться о том чтобы организовать похороны и это часть нашей жизни церковной жизни у кого-то радость и мы будем радоваться вместе и кто-то поучаствует ну как бы физически в этой радости и это благословение в церкви кому-то сегодня помощь нужна чтобы элементарно что-то перевести с одного места на на другое и в церкви звучит призыв некий либо в собрании либо в чате церковном и говорят кто может помочь пожалуйста помогите сделайте и братья и сестры собираются чтобы помогать иногда не столько сколько бы хотелось но кто-то все равно приходит и это зависит от того принадлежу ли я церкви если вот это вот ощущение принадлежности вокруг меня те с которыми я имею отношения и третья степень принадлежности это наша физическая семья это относится к нашей физической жизни к физической сфере нашей жизни знаете почему-то именно здесь бывает тяжело принадлежать вот до конца быть верным когда люди строят только отношения когда они только знакомятся разность в отношениях она доставляет но некоторый такой интерес нам интересно он такой она другая мы об этих интересах говорим но давайте те кто состоит в брачных отношениях вспомним что спустя какое-то время некоторые наши особенности начинает нас раздражать то что раньше в когда мы строили отношения было интересно в через какое-то время начинает раздражать что ты разбрасываешь вещи везде я не разбрасываю просто вся наша комната это один большой шкаф а еще одно из любимых которое бывает в семье это кто как выдавил вы выдавливает зубную пасту из тюбика я конечно не буду просить поднимать руки но есть две категории людей одни которые делают так просто берет и так раз и выдавил на зубную щетку и другой который приходит после этого и говорит кто так выдавливает и начинает с конца сгонять всю пасту вниз и знаешь это печально подобные вещи начинают раздражать и здесь тебе нужно просто принять решение принадлежишь ли ты семье принадлежишь принадлежишь ли ты своей жене если да у тебя не будет возникать вопросов на стороне никаких жена принадлежишь ли ты своему мужу если да у тебя не будет вопросов с почтением о котором написано в слове божьем никаких вопросов не будет потому что мы принадлежим друг другу мы хотим сделать друг друга счастливыми а вот эти раздражающие моменты мы о них говорим мы идем где-то на компромиссы мы ищем того чтобы быть вместе потому что не просто обладать друг другом хотим хотим принадлежать друг другу поэтому фраза мне никто не нужен она нечестная человек не может быть один ему нужно принадлежать принадлежать богу принадлежать его семье принадлежать семье физической но чтобы принадлежать слово боже показывает что есть один принцип это вступить в завет в заветные отношения это сказать тому кто рядом с тобой что я буду верным я не оставлю тебя не покину тебя ни при каких обстоятельствах ты можешь рассчитывать на меня в болезни и в здравии в богатстве и бедности до тех пор пока смерть не разлучит нас это слова такие простые легко запоминаемые но такие бывают сложными для людей в исполнении потому что грешный человек он отделившись от бога начинает отделяться от его общества и это разделение в итоге приходит и в семью в брачные отношения грешный человек говорит я независим мне никто не нужен я сам со всем справлюсь я не хочу ни от кого зависеть если вы можете сделать меня счастливым я приму это я возьму это если нет то тогда не надо тогда до свидания тогда не хочу знать вас грешный человек говорит я самодостаточен во мне есть все чтобы оценить как правильно жить этот человек самый умный он все может он понимает разбирается во всем начиная от готовки заканчивая политикой у него есть на все свое мнение внутри него есть понимание всех вещей но есть одна проблема чаще всего такой человек ничего не делает у него есть понимание но он ничего не делает и Христос подобных людей однажды обличал и сказал вы имеете ключи от Царства Небесного от Царства Небесного но сами не туда и других не впускаете это люди которые говорили что они божьи но по-настоящему Богу не принадлежали они говорили что они часть какого-то народа но по-настоящему народу своему не принадлежали они говорили о том что они мужья и у них есть жены Но по-настоящему женам своим не принадлежали, потому что задавали вопрос, ой, Христос, по всякой ли причине можно разводиться с женой своей. Человек, который принадлежит, он не будет задавать этот вопрос. Человек, который хочет обладать, грешный человек, независимый и самодостаточный, он будет задавать подобные вопросы. А какие у меня есть причины, чтобы уйти из этих отношений, разорвать их так, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы совесть моя была спокойной. Знаешь, совесть никогда не будет спокойной, если, правда, ее человек не сожжет. Но Божий человек, он всегда будет принадлежать, он будет принадлежать Богу. В духе, в душе, телом своим будет принадлежать Богу. Божий человек будет принадлежать Божьей семье. Духом будет с семьей Божьей, с церковью. Он будет эмоционально с церковью, он физически будет частью церкви. Божий человек, он будет сохранять семейные отношения, брачные отношения и отношения со своими детьми, и отношения со своими родителями. Духовно, душевно и физически не будет оставлять тех, которые рядом с ним. Почему? Потому что он не обладает. Он принадлежит. Давай будем принадлежать. Вот эта фраза «мне никто не нужен» – это не Божья фраза, она не наша, она не принадлежит нам, но нам принадлежит обетование Божие. И последний стих, которым я хотел бы закончить сегодня, это второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Знаете, это то, с чего все начинается. Апостол Павел говорит, «Итак, мы, посланники, от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, чтобы принадлежать. Нужно примириться с Богом, и Бог будет менять наши сердца, наши судьбы, нашу сущность. Он сделает нас такими, какими задумал от самого начала, чтобы мы принадлежали друг другу и вместе строили его царство». Аминь. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за живое, действенное, сильное Слово Твое, которое изменяет наши жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за эту возможность примириться с Тобой и ходить Твоими путями. Я молюсь о том, чтобы многие люди в этом мире, они могли услышать Твою благую весть и примириться с Тобою, чтобы они стали принадлежать Тебе, Господь, могли войти в Твою семью и принадлежать Церкви Твоей, Господь, быть частью Церкви Твоей. Чтобы, Господь, они по-новому могли смотреть на свои семьи, на мужей и жен, на своих детей и родителей, Господь, и могли принадлежать своей физической семье. И в этом бы являлась Твоя слава. Ты создал нас, Господь, такими, чтобы мы принадлежали друг другу. Мы не можем быть независимыми. Мы не самодостаточные. Отец, и я молюсь о том, чтобы Ты духом Своим говорил к сердцам детей Своих, Господь, тех, которых создал Ты, Господь, чтобы они отвернулись от беззакония Своего и обратили в свой взор, Господь, на Тебя, на истину Твою. Могли примириться с Тобою, Господь, и ходить путями правды, чтобы имя Твое, оно прославлялось, чтобы Царствие Твое, оно распространялось на этой земле. И мы сегодня славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, единому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.